МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем нам рано или поздно приходится обращаться за помощью в больнице или поликлинике. И не всегда это вызывает положительные эмоции. Можно ли что-то изменить и как это сделать, расскажет моя сегодняшняя гостья. Председатель общественного совета по контролю за качеством предоставляемых медицинских услуг при Минздраве Амурской области Ольга Дворникова. В эфире свой диалог. Меня зовут Елена Красновская. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Здравствуйте, Елена. Работаю председателем Женсовета Благовещенского района и заместителем председателя Амурского союза женщин. Вы так сумели себя зарекомендовать, что вам поручили возглавить общественный совет при Минздраве Амурской области. Как давно он работает и сколько человек там, и кто вообще туда входит? Да. Наш совет организован был и проработал уже год. Организован был в конце 2013 года, но работу свою начал 24 января 2014 года. Это совет при Министерстве здравоохранения Амурской области. В него вошли люди, которые занимаются общественной работой. Это Амурский областной союз женщин, который я представляю. Это представители ветеранской организации, пенсионеры, Амурский союз молодежи, фонд правовой безопасности, ассоциация многодетных матерей. Всего нас 9 человек. Цель вашей организации – независимая оценка качества работы амурских поликлиник и больниц. А что конкретно вы делаете для этого? Первый вид, который мы освоили, – это анкетирование. Анкетирование Министерства медучреждений. Этот этап мы провели и поняли, что анкетирования – это мало. Расширили круг своей деятельности и включили опрос. Люди приходят в поликлинику или в больницу, опрашивают пациентов, которые были у врача или собираются пойти. Делают выводы. Поликлиники у нас распределены между нашими членами. Я, конечно, взяла на себя больший кусок работы, потому что я более мобильна. И область два раза в год мы с Жакелиной Эдуардовной Орловой, председателем Амурского областного союза женщин, объезжаем. И встречаясь с представителями общественности, с председателями женских советов муниципальных образований или женсоветов, которые поселений, мы знаем, как вообще работают ФАПы, как работают учреждения здравоохранения в муниципалитетах. Вот вы затронули тему анкетирования. Замминистра здравоохранения Мужской области Наталья Климова пояснила, что после того, как вы это анкетирование проводите, составляется такой своеобразный рейтинг качества работы муниципальных учреждений. А он вообще где-то публикуется или он нужен для внутренней работы в министерстве? Нет, он у нас публикуется на сайте Министерства здравоохранения. Сразу видно, что мы просматриваем при анкетировании. Ну как, можно ли подъехать к поликлинике или к больнице? Можно ли оставить там машину? Как могут люди воспользоваться, которые... С ограниченными возможностями, есть ли пандусы, да? Элементарно, может ли человек сходить в туалет при получении услуги? Вообще как, есть ли стенд, какая информация на стенде расположена? И, например, мы, когда, ведя конструктивный диалог с Министерством здравоохранения, мы, конечно, предложили первое, чтобы на стенде поместили все-таки список лекарств, которые могут получить бесплатно люди. Потому что многие не знают. На основании федерального закона. Или, например, список лекарств для детей в возрасте до трех лет, которые тоже государство оплачивает, и люди... А многие тоже об этом не знают. Тоже не знают об этом. Или, например, мы просили поместить информацию на стендах из-за того, что у нас нехватка узких специалистов, в список выезда и график бригад узких специалистов. В определенных? Да, или в муниципальные учреждения здравоохранения, или даже на место поселения. Такая информация необходимая, которая была бы там размещена. Еще мы добивались, чтобы все-таки были указаны реквизиты организации, которые страхуют, где можно получить, например, человеку деньги, затраченные на лекарства. Вам уже таких видимых результатов удалось достичь. Я знаю, что у вас была с помощью, по вашей инициативе, была организована горячая линия. Об этом расскажите. Ну вот люди очень много жаловались в начале нашей деятельности на то, что они могут получить вообще ответа на свои вопросы. Министерство пошло нам по нашей просьбе, я организовала телефон горячей линии, который функционирует до сих пор. И я его везде указываю в газетах, во всех средствах массовой информации, чтобы люди могли обратиться туда. Второе. Встречаясь с людьми, я говорю о том, что если вас не устраивает ответ по телефону, вы можете направить документы непосредственно в министерство. И в течение месяца они должны вам дать ответ, потому что это их прямая обязанность разобраться в данной ситуации, ответить человеку. Кроме всего прочего, кроме вот телефона горячей линии, я хочу вам сказать, что люди много жаловались на то, что не могли получить инсулино-содержащие лекарства. Да, мы объяснили им, почему это происходит. Мы припросим пересмотреть сроки закупа инсулино-содержащих лекарств, чтобы на начало года был какой-то запас. Пока опять они закупятся в новом году, пока поступят средства, чтобы люди не страдали. Министерство учитывает это всё, я должна вам сказать. И у нас конструктивный диалог, и мы как бы два раза не возвращаемся к этому вопросу. Это радует. А вот ещё, я знаю, что очень многие жаловались на доступность электронной регистратуры. То есть сама была свидетелем, когда там записываешь родных, и подходит там женщина и говорит, не поможете, потому что люди не знают. На этот вопрос вы обращали внимание? Мы обращали внимание, потому что немногие могут пользоваться современными средствами. Устройствами, которые помогают. Устройствами. Поэтому некоторые поликлиники уже ввели должность администратора. Это очень важно. И человек может подойти, чтобы ему помогли записаться. Вот я вчера была во второй поликлинике города Благовещенска, и должна вам сказать, что электронное табло, сразу видно, какая очередь пошла, сколько времени ожидания было. Как это хорошо. Или, например, есть и талоны свободные к специалисту. Меня вчера вот приятно порадовала поликлиника номер два. Ну, это вот местная. Вот хорошо бы, чтобы такое распространялось на многие другие места. Я хотела вам сказать, что можно еще равняться у нас и на детскую областную больницу. Невзирая на мелкие недочеты, да, они всегда будут в работе. Ну, вот детская областная больница, вам скажу, да, вот все-таки доступность и качество, я должна сказать, вам там на уровне. Ну, это радует. Да. Я знаю, что вы еще пишете выигрывать все гранты. Это тоже подспорье о вашей работе? Ну, видите, это очень хорошо, что государство выделяет гранты на то, чтобы могли работать общественники. Вот в этом году женсовет Благовещенского района написал и выиграл, ну, в моем лице выиграл грант «Репродуктивное здоровье девочек-подростков». Мы эту работу провели по области. У нас работу возглавляла Климова Наталья Викторовна. Работа, которую я уже говорила, да? Да. Она кандидат медицинских наук, очень хорошо с аудиторией работает. Вот. Пока она работала по этому вопросу, вот непосредственно я… Проходила лекции, какие-то беседы, да? Беседы, лекции с использованием вот средств наглядных. Наглядных, ну, понятно. То есть это не просто была лекция, был диалог. Мало того, мы включили в грант, использование газеты «Моя Мадонна», где девочки, которые стеснялись спросить о чем-то, могли написать туда или выйти на сайт и задать свой вопрос. И там вопросы-ответы были в «Моей Мадонне» именно как раз для этого контингента людей. Ну, тоже такая очень хорошая форма. Ольга Ивановна, я знаю, что ваше мироощущение, своеобразный такой девиз в вас – жить хорошо. И вы даже, работая с людьми, которые нуждаются в медицинской помощи, делаете то же самое, добиваетесь того, уже, поэтому спасибо вам за это и новых свершений. В эфире был свой диалог с председателем Общественного совета при Минздраве Амурской области Ольгой Дворниковой. Этот и другие выпуски программы вы можете посмотреть на портале айсн24.ру. А я, Елена Красновская, прощаюсь с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин